Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском футболе. И мы сосредоточимся на Спартаке, потому что последнее время в прессе начали появляться тревожные слухи. Дескать, владелец клуба Леонид Федун потерял 99% своего состояния. Вот такие вот пироги. В частности, об этом сообщает издание Спортклаб со ссылкой на Афанасьева, одного из руководителей нашего футбола. Дескать, он был на совещаниях, где присутствовал Федун, и он там заявил о том, что потерял 99% своих денег, своих богатств и так далее. В общем, давайте разберемся, что это значит, как к этому относиться, ну и каковы перспективы Спартака в этой ситуации. Ссылочку на издание Спортклаба и на изначальную новость я оставлю в описании к ролику, чтобы меня не обвиняли в таких голословных заявлениях. Все будет в описании, ну а мы переходим к обсуждению данной заявки. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус, три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, во-первых, следует отметить, что эта новость является классическим примером сломанного телефона. Когда Федун мог сказать одно, Афанасьев услышал второе, а журналисты услышали вообще третье, вот этого самого Афанасьева. Это как в Одессе говорят, на Дерибасовской ты пернул, а на Паевозе уже рассказывают, что ты обосрался. Ну или как в том же самом одесском, опять же, анекдоте, что Йоси выиграл вроде как 100 рублей в покер, но потом оказалось, что не выиграл, а проиграл не 100 рублей, а 10, и не в покер, а в преферанс. Вот, пожалуйста, здесь то же самое, хрень его знает, что было изначально. Вполне возможно, Федун действительно мог сказать нечто подобное. Ну, например, в стиле, что я потерял 99% своих зарубежных активов из-за известных вам событий, из-за санкций. А потом Афанасьев это все переработал в своей голове и сказал, что Федун потерял 99% всего своего состояния. Что, конечно, звучит абсурдно, потому что Федун по-прежнему имеет акции известных компаний, по-прежнему владеет масштабными проектами и жилищными, и Спартаком. Спартак это как бы тоже, знаете ли, серьезный актив, который представляет из себя серьезные финансовые ресурсы. И в этих условиях говорить о том, что у Федуна остался 1% от его состояния, ну, как-то это даже немножко смешно. Очевидно, что здесь либо неправильно Афанасьев все понял, либо Федун пытается вести какую-то игру под ковер. Что это может значить? Вот, допустим, Федун действительно сказал, что я вообще нищий теперь, у меня 1% остался. Что вот все, мне пипец. Что это может значить? Первый вариант Федун пытается пролоббировать какую-то идею, какую-то, не знаю, реформу, которая нужна для того, чтобы как-то поменять футбол в удобную для него сторону. Ну, допустим, у меня почти не осталось денег, я не могу спонсировать уже нормально Спартак, пожалуйста, дайте мне какие-нибудь послабления там. Или дайте какие-то особые условия российским клубам в плане финансов и так далее. То есть, прибедниться для того, чтобы получить какие-то льготы, преференции или что-то еще. Здесь, на самом деле, вполне себе допустимо, что это такая своеобразная игра. С другой стороны, возможно, Федун таким образом уже потихонечку начинает пробивать тему для дальнейшего перевода клуба в другие руки. Ну вот, условно говоря, Федун начинает прибедняться, рассказывать вот через такие заявления в прессе, которые попадают в прессу, что у него там денег нет и все остальное, и что вот здесь мои полномочия все. Я прекращаю финансировать Спартак, а дальше уж как повезет. Либо передам клуб болельщикам, как он в свое время заявлял, либо будут искать каких-то новых владельцев, допустим, тех же самых арабов из Манчестер-Сити. Да, конечно, сейчас сложно представить, что отечественные команды могут оказаться во владении иностранных инвесторов, но вы знаете, у арабов сейчас очень тяжелые отношения с коллективным Западом, который вводит санкции. Там начались какие-то очень неприятные подвижки в сторону Катара, Саудовской Аравии. Многие там начинают говорить, что Юкасл нужно отнять. У арабских владельцев Манчестер-Сити как-то вот начинают намекать, что вот, мол, арабы неправильно себя ведут, почему бы не провести санкции в отношении Манчестер-Сити, так же, как было в отношении Абрамовича и Челси. В общем, сейчас ситуация не такая однозначная на самом-то деле. И мало ли, что может произойти. Может быть, таким образом Фидун просто подбивает почву под дальнейшие действия, под дальнейшую продажу клуба, например, арабам. Потому что многие могут воспринять это неоднозначно, дескать. Чего это вообще Спартак перешел к каким-то там заморским вот этим чудищем арабским? Да еще и команда, одним из символов которой является Кабан, оказалась в мусульманском владении практически. Ну, многие могут обвинить Фидуна в том, что он кинул команду. А так у Фидуна будет уже информационная база какая-то, что у меня тут один процент от денег остался, вообще штаны последние донашивают, дальше будут с голой жопой ходить. Ну, сами понимаете, здесь это, возможно, отчасти игра на публику. И тогда Афанасьев просто стал таким оратором, который высказал нужные Фидуну вещи. Так что здесь, мне кажется, что у Фидуна точно нет никаких особых проблем с деньгами, особенно учитывая то, что цены на нефть растут. Значит, и акции известной компании Фидуновские тоже растут. И, как мне кажется, сейчас и недвижка, которая находится в руках у Фидуна, будет расти в цене и все остальное. Да, возможно, он что-то потерял, но наверняка и очень многое получил. И вообще, знаете, глядя на все эти санкции и все эти, знаете, финансовые войны, которые сейчас идут на фоне боевых действий в Украине, мне кажется, что уж кто-кто, а наши богачи особо не обеднеют. Потому что, сами посудите, с Усмановым там уже потихонечку договариваются где-то в Англии. И Зеленский, президент Зеленский, лично попросил не вводить санкции против Абрамовича. Ну, видимо, национальная солидарность какая-то сыграла свою роль, а, возможно, и классная солидарность классовая. Олигарх-олигарху друг и товарищ. Ну и так дальше. В общем, знаете, если кто от санкций реально и пострадает, это, скорее всего, видимо, мы, обычные жители России или других каких-то государств. В Европе, говорят, там цены растут. А вот олигархи, миллиардеры, мне кажется, станут только богаче. Здесь, по-моему, никаких особых изменений не будет. Поэтому, прибеднение Федуна, мне кажется, что это просто игра на публику. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.